Чебоксарские врачи помогают сохранить зрение участнику спецоперации. Чувашский боец во время минометного обстрела получил ранение глаза. Специалисты Республиканской клинической и офтальмологической больницы, куда он обратился в день открытых дверей, сейчас разрабатывают план лечения. Большой осколок попал? Где же это был мелкий? Мелкий осколок под нижнюю веку. Николай уже перенес две операции. В сентябре на передовой получил серьезную травму. Осколок снаряда повредил хрусталик и сетчатку глаза. Сам боец больше двух лет служил по контракту в составе спецбатальона. После лечения в разных регионах, по совету врачей, он решил встать на учет для дальнейшего наблюдения. Теперь Николай под присмотром чувашских офтальмологов. Из соцсетей узнал, что здесь проводится акция, как бы участник по свотам. Ну вот решил прийти. И как бы приняли тепло и хорошо. Врач сказал самый основной левый глаз сохранить, чтобы он не так сильно напрягался. Ну, сказал, надежда есть. Врачи назначили дополнительные обследования и консультации. В Республиканской офтальмологической больнице акцию в поддержку участников СВО запустили в начале года. И уже в десятый раз провели день открытых дверей. На бесплатный прием могут записаться бойцы спецоперации и члены их семей. Если поначалу за помощью обращались всего несколько человек, то в этот раз на консультацию и диагностику пришли порядка 50 пациентов. С начала акции врачи осмотрели свыше 200 человек. Каждый пациент проходит полное диагностическое обследование на современном оборудовании. Получают консультацию врача и необходимое лечение. При наличии показаний к хирургическому лечению оно проводится в первоочередном порядке. И вся помощь у нас оказывается, конечно же, на бесплатной основе. Информацию о запланированных днях открытых дверей мы публикуем заблаговременно на сайте нашей больницы, в госпабликах, на сайте Минздрава Чувашии. Кроме того, информацию о предстоящем дне открытых дверей можно узнать, позвонив в региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Офтальмологи снова будут ждать бойцов и членов их семей на бесплатный прием 16 декабря.